значит мы с вами разбирали создание заказов по заказах на закупку частности по потребности надеюсь это были помнят это не были может быть вы сталкивались таким механизмом так вот когда вы нажимаете заказ поставщику вы можете создать по плану по потребности запускается соответствующая обработка которая по зарегистрированной потребности создает эти самые заказы а вот по плану это скорее механизм толкающий но естественно для этого план мы должны с вами создать и давайте мы сейчас с вами этим займемся каким образом мы с вами будем действовать мы пойдем в раздел бюджетирование планирования и нас будет интересовать в первую очередь вот этот пункт настройки и справочники и специально для того чтобы сделать демонстрацию мы создадим новый сценарий планировать у нас уже месячное планирование есть ну чтобы не путать не разбираться что там раньше повлияло повлияло мы создадим новый план он будет называться меч и новый сценарий он будет называться месячный 2 периодичность его месяц планирование у нас будет только количественная по структуре мы ничего не будем с вами делать связь с бюджетированием опять таки мы с вами не разбираем и так сценарий нами создан марианна значит давайте сейчас покажу что вы не теряя не теряли нить мы зашли в раздел бюджетирование и планирование настройки и справочники и вот здесь вот есть такой подпункт сценарий планирования и здесь мы создали новый сценарий помимо этого нам потребуется с вами вид плана причем вид плана не один давайте мы попробуем с вами создать вид плана это тоже бюджетирование и планирование настройки и справочники виды планов сдаем сценарий у нас месячный 2 и нас будет интересовать план продаж первую очередь план продаж наименование у нас будет продажа месячный месячный 2 о о о мы и весь давайте наверно мы сделаем детализацию по ладу заполнять по формуле ну и в общем то наверное все что нам нужно здесь сделать давайте мы посмотрим убедимся что у нас есть склад которым мы будем экспериментировать будем использовать вот этот вот склад основной склад опять таки на всякий случай проверим что у нас на этом складе лежит ну это остались какие-то остатки от эксперимента но древесина нам никак не помешает а вот и и использовать для экспериментов мы будем новую номенклатурную позицию у нас уже есть серых принтера давайте мы будем с вами экспериментировать процент номенклатурной позиции которая называется офис на офис так Создадим план продаж офисных АТС, бюджетирование, планирование. План продаж по номенклатуре, создаем план продаж, и план продаж мы сделаем на текущий месяц, на август месяц. Катируем его 31 июля. Другое поставим сценарий. Вид плана проставился, и в соответствии с настройками, я же сказал, что будет детализация по складу, вот она проявилась. То есть план продаж не вообще, а план продаж с конкретного склада. Ну вот он у нас вылет. Так, товары. Добавляем номенклатуру офисной АТС. И количество. Давайте мы с вами продадим 100 в этом месяце. Статус утвержден. Вот первый шаг для реализации толкающего подхода мы с вами сделали. Мы создали какой-то план продаж на август. Естественно, отталкиваясь от этого плана продаж на август, мы можем с вами сделать какой-то план продаж на сентябрь. Сейчас мы с вами это сделаем, и в ходе того, как мы будем делать план на сентябрь, мы с вами посмотрим, каким образом в программе реализована вот эта самая работа с формулой. Итак, создаем план продаж на следующий месяц. Опять еще план. Плату. Посмотрим. На сентябрь. Заполнить товары. Если мы вот эту вот автоматику заполнения, автоматику прогнозирования в плане используем вариант по формулам, то мы видим вот такое вот окошечко. Как вы видите, то, что здесь стоит по умолчанию, это увеличение планов продаж прошлых периодов на 15%. Но на самом деле мы могли бы вмешаться в этот процесс и, используя вот такую вот рабочую форму, редактирование формулы, мы могли бы ручками здесь проставить практически любую формулу пересчета одного в другое. Давайте мы ничего сейчас менять не будем. Мы просто оставим то, что есть. Операнды берем из формулы. Период для анализа берем смещенный на один месяц. То есть взят будет август 2020 года, что нам нужно. Заполняем документ. Ну и вы видите, что офисная АТС на сентябрь уже будет продаваться в количестве 115 штук. Мы можем этот план закрепить, провести и закрыть. И мы с вами получаем уже план на сентябрь. А вот теперь давайте мы с вами посмотрим отчет. Один из отчетов, который доступен для планирования. Бюджетирование и планирование, отчеты по бюджетированию и планированию. И вот здесь мы видим, помимо простого планфактного анализа, сколько запланировали, сколько там реально продали, сколько там запланировали закупить, сколько реально закупили. Мы еще видим вот этот вот отчет. Отчет сбалансированность про планок. Что это такое? Давайте мы посмотрим на этот отчет. Так, сценарий другой, естественно, месячный, два. Период нас будет интересовать в сентябре. Сформировать. И что мы видим с вами? Мы видим тот план, который я ввел. Так, 115 штук запланировано на период с 1.09 по 30.09. То есть нам понадобится вот это самое количество. Планы потребность, потребность у нас 115. А вот обеспечения у нас нет. Здесь у нас пустота. Параграмма указывает на то, что мы с вами что-то запланировали продать, но не подумали о том, откуда мы это с вами возьмем. Значит, один момент. Я сейчас хочу уточнить одну настройку. И сейчас мы с вами перестроим план. И давайте еще раз посмотрим. И давайте еще раз посмотрим. Хорошо. Так. Значит, идем дальше. Идем дальше. Теперь наша задача создать план, который бы отразил то, что мы с вами хотим как-то обеспечить процесс. Мы с вами хотим, чтобы для продаж у нас что-то было. То есть помимо планов продаж, мы еще создадим какой-то план, который закрывает эту потребность. План обеспечения. У нас это будет план закупок. Но прежде чем мы это с вами сделаем, я немножечко усложню ситуацию. Усложню каким образом? Предположим, что что-то у нас на складе есть. Я сейчас для того, чтобы у нас что-то на складе появилось, я создам документ закупки. Основной склад. Офис на АТС. Ну, давайте 25 штук. Ну и давайте у нас первым числом она поступит. Провести и закрыть. И посмотрим отчет по складу. Ну вот, как вы видите, у нас на складе эти 25 штук все-таки присутствуют теперь. То есть что-то у нас уже есть для обеспечения потребностей. Но что-то надо закупить. Для этого нам потребуется план закупок. Давайте попробуем его сделать. Настройки и справочники. Бюджетирование и планирование. Виды планов. И создадим для сценария месячный 2 план, который будет использоваться для плана закупок. И мы его с вами назовем «Закупки месячный 2 по источникам». Вот так вот. Вот только надо поправить. Не по формулам, а по источникам. Хорошо. Значит, чем отличается планирование по источникам? Если мы с вами планируем по формуле, у нас есть жестко обозначенный перечень операндов, которые мы можем использовать в расчете. То, что вы можете использовать, это все видно вот в этой форме редактирования формулы. А вот если мы планируем по источникам, набор операндов, которые мы с вами можем использовать, он намного шире. Более того, мы по идее можем создать свой собственный оперант, но для этого уже требуется знание СКД и внутренней структуры программы. Идем в «Бюджетирование и планирование», «Настройки и справочники». И вот здесь у нас есть источники данных планирования. Источники данных планирования. Нам потребуется создать два источника. Старый использовать не будем. Создаем новый источник. Когда мы будем с вами формировать план закупок, мы с вами будем отталкиваться от планов продаж. Ну, в принципе, что-то... Давайте с вами... по планам продаж. Два. Схема компоновки данных. Как вы видите, она может быть произвольная. В этом случае ее придет как-то компоновать ручками, но можно использовать предустановленные. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Во-первых, мы можем работать с заказами, которые уже существуют в системе. Мы можем работать с фактом. Это закупки. Здесь вот видите, есть продажи. Сборка-разборка. Мы можем работать с различными видами планов. Мы можем работать с остатками. Мы можем что-то брать из системы бюджетирования. Наконец, мы можем отталкиваться от цен. Обратите внимание, цены нужны в том случае, если у вас планирование не количественное, а количественно-суммовое. Есть еще такое интересное товарное ограничение. С помощью товарных ограничений вы можете достучаться до настроек управления товарными запасами, которые у вас есть в системе. Вот эти все минимальные, максимальные запасы. Они, соответственно, тоже могут быть использованы. У нас будут интересовать планы продаж. И данные будут отображаться, отбираться со смещением периода. Со смещением периода. Остальные на дату мы на дату тоже будем сейчас использовать. Это обычно в том случае, если речь идет о ценах, или об остатках за период. Это в том случае, если речь идет, например, о заказах. Заказы за определенный период. Итак, источник данных по планам продаж мы с вами сделали. И второй источник данных по остаткам. Мы с вами возьмем свободные остатки. Ну и вы видите, что здесь как раз настройка на дату. Свободные остатки на определенные даты. Вот по этим двум источникам мы сейчас с вами и будем работать. Создадим план закупок. Сценарий месячный 2. Сценарий месячный 2. Сценарий месячный 2. Так, вид плана проставился. Вот здесь я допустил небольшую неточность. Значит, сейчас я поправлю. Детализацию я не указал. Здесь детализация тоже, конечно, должна быть по складу. Сейчас я это тоже поправлю. И выбирал. Склад указываем на основной склад. И строить будем на сентябре. И вот теперь мы с вами должны заполнить товары и количество. И обратите внимание, здесь вот эта вот менюшка, она уже выглядит по-другому. У нас здесь есть вариант по правилу и вариант настроить правила и заполнить. Ну, по правилу нажимай, не нажимай. Правила у нас нет. Так, вообще говоря, его можно было тоже в виде плана задать. Мы не стали это делать. Значит, настроить правила и заполнить. Это мы делаем прямо из самого плана. Мы должны указать источник заполнения количества. Источник у нас будет по планам продаж 2. Мы должны этот источник настроить. В первую очередь мы должны указать смещение периода. Но смещение периода у нас здесь нулевое. Потому что мы на сентябрь и берем данные, соответственно, из сентября. На сентябрь у нас план продаж есть. Вот со смещением 0 мы план и заполним. Значит, поставим ограничения по сценарию. Будет работать только с тем же самым сценарием. Ну и можем еще по складу поставить. Склад у нас будет основной склад. Посмотрим, что получится. Все корректно сработало. И планы у нас сформировались в соответствии с планом продаж. Надо закупить с точки зрения программы 115 штук. Но это не совсем корректно. Почему? Не забывайте, что у нас есть на складе уже эти самые офисные АТС. У нас уже есть 25 штук офисных АТС на складе. И, наверное, имеет смысл закупить не 115, а 115 минус те остатки, которые у нас уже на складе существуют. Вот сейчас мы с вами попробуем этот момент тоже учесть. Донастроим правила. И когда мы открываем вот эту форму настройки, мы видим, что источник по количеству у нас может быть только один. Но это потому, что мы используем упрощенные возможности, ограниченные возможности. А вот если мы включим полные возможности, мы увидим, что на самом деле источников может быть очень и очень много. Давайте добавим новый источник. По остаткам. Скорректируем его настройки. Давайте мы с вами поставим указание, какую дату брать. Предположим, на начало этого дня. Здесь у нас... Значит, вклад давайте тоже укажем тот же самый. Вклад основной. Никакого сдвига здесь, обратите внимание. Потому что у нас берется на дату, а не с освещением периода. Хорошо. Завершить редактирование. И вот сейчас я попробую заполнить документ. Но программа должна мне выдать ошибку. Да, так и есть. Правила содержат ошибки. В чем они заключаются? Смотрите. Список полей источников различается. Отредактируйте группировки и выбранные поля. В чем здесь проблема? Давайте снова откроем настройки и посмотрим. Значит, какие у нас выбранные поля? В первом источнике у нас выбирается количество, сумма и цена. И второй момент, который у нас должен интересовать. Группировка. Период номенклатуры характеристик. А здесь у нас что? Здесь у нас только количество. И только номенклатура характеристик. Давайте попробуем навести в этом порядок. Здесь нас будет интересовать только количество, сумма и цена нам не нужны. Попробуем. Нет, все равно отличается. Прежде чем я продолжу вот эту корректировку, обратите внимание, что, несмотря на то, что программа зафиксировала ошибки, тем не менее, она план заполнила. Правда, она немножечко нелогично поступила, потому что она остатки добавила к плану. Тоже 15 плюс 25, вот они, эти самые 140 и получились. Ну, давайте с этим мы чуть позже. А сейчас давайте разберемся с настроечками. Так, значит, что еще здесь? Это мы поправили, и еще вот здесь вот надо поправить. Здесь это немножечко сложнее делается. Там несколько окошек надо открыть. Попробуем еще раз. Ну, вы видите, что теперь ошибки я убрал, список полей полностью совпадает, и программа совершенно нормально отрабатывает заданное мной правило. Правда, отрабатывает довольно своеобразно, как я уже сказал, она остатки к плану добавила, а не отняла. Что здесь нам надо сделать? Давайте еще раз настроим. Обращаю ваше внимание, что вот здесь у нас есть знак плюс. И мы можем определять, каким образом данные источника входят в общий результат. Девайным кликом я могу изменить плюс на минус. И в этом случае считать вычитание не складываем. Ну, вот то, что и нужно нам было получить. Так, значит, что еще? Обращаю ваше внимание, что здесь существует вот еще какой механизм. Мы можем эти источники сгруппировать. И если мы источники сгруппируем, то уже здесь, внутри группы, у нас доступно не только сложение. Мы можем здесь и другие варианты взаимодействия между источниками предусмотреть. Например, мы можем рассчитать среднее или сравнить источники, выбрать максимально или минимально. То есть мы уже можем задать какую-то сложную логику расчета, проверку. Естественно, в идеале вот этот механизм, который здесь заложен, он должен комбинироваться с СКД, потому что он, конечно, очень гибкий, но всех возможностей он не перекрывает. Итак, не буду, оставлю то, что есть. Поставлю утвержден, провести и закрыть. И давайте мы теперь с вами посмотрим, как у нас будет выглядеть отчет. Что-то дубликируем. Что-то дубликируем. Это и план потребностей, и план обеспечения. Что еще мы с вами не разобрали из той программы, которая у нас была изначально анонсирована. Планы остатков. Зачем они вообще нужны? Ну, во-первых, я вам напоминаю, что план остатков на самом деле он может быть одним из этапов расчетов. И сформировав некие планы остатков, мы впоследствии можем их использовать как источник данных для прогнозирования. Это первый вариант. Ну, и второй вариант. Давайте сейчас попробуем его реализовать. Я создам новый вид плана. Длину, два. и создан план остатков и создан план остатков плановая дата остаток давайте попробуем вот это товары так, план остатков я создал и давайте вернемся к отчету вот, ну и вот смотрите, что у нас изменилось и зачем потребовались планы остатков если мы с вами давайте для сравнения я сейчас план сейчас проведу если мы с вами посмотрим сбалансированность планов без плана остатков то у нас получается немножечко неправильные данные то есть у нас получается что планы потребностей у нас планы потребностей у нас больше чем планы обеспечения фактические данные которые мы учитывали при расчете они вот этот вот отчет не вылезают соответственно если у нас есть планы остатков мы можем увидеть полностью сбалансированные сбалансированные данные в этом отчете то есть мы можем учесть не только сколько нам нужно и сколько мы планируем закупить но и сколько у нас по нашим планам есть в наличии и посмотреть сколько исходя из этих планов у нас будет на конец период вот в этом в этом смысл самого понятия плана остатков то есть по сути дела это вот в подсистему планирования данных о фактическом наличии товара для использования в прогнозировании и для использования в отчет так ну вот то что я хотел вам показать какие вопросы есть как использовать источник товарные ограничения смотрите где они у нас источник товарные ограничения придется немножечко доредактировать то есть вот смотрите по умолчанию он ориентируется на страховой запас но мы можем также ориентироваться на другие показатели системы управления запасами минимальный запас максимальный запас норма потребления здесь вы указываете что именно и системы управления товарными запасами вы будете использовать или вас интересовало где именно вот эти вот показатели настраиваются мэриен любой план может быть набран вручную но план остатков у нас точно так же может быть сформированы автоматически по полуавтоматически по формуле или по источникам то есть тут логика та же самая отличий никаких можете план остатков не знаю взять плане взять фактически остатки планированные планируемые отгрузки до конца периода вот и вот вам получится план остатков на конец периода вручную ну на самом деле Марьяна я учту вот эту вашу заявку значит как используется план с производством это отдельная история там очень много всего значит обратите внимание что если мы с вами да если мы с вами используем планирование производства то отталкиваясь от плана производства мы можем рассчитать потребности в материалах видах рабочих центров трудовых ресурсах значит в рамках плана в принципе возможно разузловка то есть при определенных настройках программа сама будет смотреть какие для производства данной готовой продукции полуфабриката надо выпустить то есть там действительно там много всего интересного безусловно вот ну давайте запланируем такой вебинар с удовольствием вам это покажу но это действительно много и сложно наверное вот эта вот система производства она из самых сложных в рп учтем следите за анонсами но вообще вот да даже сейчас я могу вам показать наверное если мы посмотрим источники от поднимаю ну а вот смотрите то есть мы можем вот здесь есть источник который позволяет оттолкнуться не от планов выпуска а от того что нужно для того чтобы выпустить продукцию по данному плану вот видите за планы производства материала так ну что вопросы есть еще так спасибо за участие следите за анонсами всего доброго